Граф Метерс Давно известен и называется Графом Метерс Юлий Узбек уже это датский математик, бывший в 19 веке Кстати, из его публикаций на русском языке есть книга о построениях цирковых ленинг Которые перевели еще до революции и недавно издать Торос, если эту книгу переиздал Хорошая очень книга, там масса задач И все последующие авторы задачников, где нужно было что-то строить цирковые ленинги, в большом количестве задачи без этой книги, естественно, зависит Но вот так занимался еще и теорией графов, как выяснилось Хотя тогда еще не было ни термина графа, ни книг какой-то граф И вот этот граф он построил Он ему понадобился для того, чтобы опровергнуть некую гипотезу Которая даже вроде бы была кем-то доказана, но доказательная была с ошибкой И чтобы убедить всех родителей ошибки, Петерсон просто привел пример графа, до которого условие теоремы не выполнялось То есть он построил, как говорят, комп-примеры Но оказалось, что этот граф появляется и во многих других ситуациях Нам вам здесь нужен не как комп-пример, а наоборот как пример Это пример графа Мунта Как этот граф устроен? Очень просто Сначала рисуем звезду На самом деле, я здесь нарисовал граф с пятью вершинами, который фактически является циклом длины пять Вот у него пять рук Вот эти точки, это не вершины графа Это просто перечтение людей Вершинами я отметил такого вот Я мог бы, конечно, нарисовать только длины пять Вот такие могут Но вот красивее будет, если я вот так Дальше будет поделиться Хотя тут само пересечение Дальше Добавляется еще пять вершин И они соединяются, каждая, со своим лучом этой звезды И вот эти пять вершин уже соединяются еще одним циклом длины пять Но уже нарисованным так, как привычно В виде цикла Песам почти Вот это и есть граф Тершин В нем есть вершин Три в квадрате плюс один Степень каждой вершины Видите, из каждой вершины выходит ровно целенапанал В нем нет треугольников Наглядно видно Вот И четырехугольников тоже нет То есть нет циклов длины четыре Ну и Если треугольникам разумно понимать еще есть диагонали Их, конечно, тоже нет Так что Четырехугольников и циклов длины четыре тоже нет Но цикла длины пять, конечно, есть Поэтому Обхват его равен пяти Ну а диагноз равен двум Потому что любые две вершины в нем Либо соединяются напрямую Либо их можно соединить цепью длины два Ну это не так сразу может быть понятно Но В общем это легко проверить Можете сами это проверить Это тоже задачка Проверьте, что действительно будет вершина Ну, значит, это пример графа Мура при А равен 3 Ну и можно доказать, что это единственный пример с вот такими вот стратегистиками Но это уже сложнее Если хотите тоже можете попробовать Граф Петерсена, так же как и граф Мура Это такие замечательные конструкции Теорий граф Которые обладают нечими экстремальными свойствами Ну например, скажем Граф Петерсена Он обладает какими экстремальными свойствами Ну вот среди всех графов С максимальной степенью А и диагноза 2 Число вершины не больше, чем А квадрат плюс 1 При А равном 3 число вершины не больше 10 Ну а граф Петерсена как раз дает такой И рассматриваем задачу Всевозможные графы Регулярной степени 3 У которых обхват равен 5 Тогда у них число вершин не меньше 10 А достигается число 10? Достигается на графическом числе Он обладает таким экстремальными свойствами Ну и граф Крепша тоже обладает своими экстремальными свойствами Вот когда какая-то комбинаторная конструкция обладает экстремальными свойствами Загадочным образом потом поясняется, что она потом всплывает во многих разных задачах Тот человек, который это придумал впервые, даже не подозревал Вот почему это так, это никто не знает, но это так Ну вот, например, граф Крепша Он у Крепша появился вообще в одной задаче никак не связанной с теорией графов Потом он появился вот в той задаче, которую мы рассматриваем Первой Потом он появился у Гринбуда и Грисона Вообще в другой задаче связанной с теорией Рамсея Ну вот он уже в трех местах Граф Крепша тоже появляется в самых разнообразных местах И не тот в теории графа Кстати Но забавным образом эти графы тоже с друг другом связаны А вот Вот если мы возьмем граф Крепша Ну вот он, наверное, что Возьмем любую его вершину Например, вот эту И вытянем эту вершину И все находящие из нее пять номеров Раз, два, три, четыре, пять То останется у нас сколько вершин? Десять останется Мы выкинули пять И одну Шесть Останется десять вершин Вот если мы рассмотрим оставшие десять вершин Не только те ребра, которые между ними в графике Крепша проведены То у нас получится граф 10 вершин Правильно? Так вот эта графа Из-за множества графа Крепша Можете нарисовать И убедиться Вот Такая любопытная связь между этими графами Ну вот я сказал, что вот эта задача про графу Мурон Она, по-видимому, ни на каких Олимпиадах не была Ну, может быть, на Американах Была Но это не совсем так Одна задача Фактически близкая очень Ну, тесно спрятанная С понятиями тех графов Была таки на Олимпиаде Докорная Всесоюзная Олимпиаде С 69-го года В основном классе Олимпиада проходила В такдавном изященном городе Киеве Это была третья по счету Всесоюзная Олимпиада Неплохо государственная система авиалиния Не устроена таким образом Что любой город соединен авиалиниями Не более чем с тремя И из любого города можно залететь До любого другого Сделав не более одной пересадки То есть, либо есть Прямое сообщение между двумя городами Либо прямого нет, но можно В посадке в одном городе Забраться Спрашивается, какое максимальное число городов Может быть в этом государстве Ну, вы уже понимаете, что это граф Правильно? Степени 3 Регулярные И диаметр 2 Потому что Любые две вершины Либо напрямую соединяются Либо соединяются С ризодонцией А про эти графы Вот Вам надо было задать При ароман 3 Числоферсин не более 10 Ну, можно только придумать Пример графа Которому ровно действуют Ну, вот это и есть граф Петерсин У меня с этой задачей связаны Не очень приятные Воспоминания Я тогда сам был в 8 классе И решал эту задачу Ну, вот то, что не больше 10 Это я понял А вот пример, который По-другому я не смог И поэтому я вообще ничего Примерно не писал А потом я уже осознал Что зря Наверное надо было написать Доказатель Что не больше 10 Может быть Мне за это какой-нибудь минус Плюс бы и поставили Да И поэтому Вам всегда советую Если вы задачу не до конца решили Мы что-то разумное сделали Ну, попробуйте хотя бы это написать Потому что иногда бывает так Что это будет Ну, не полное решение Но часть Ну, например Доказание верхнего цен Примера не доставали Другое дело, что Построение примера Как раз это Самая сложная часть задач Вот Поэтому я не думаю Что мне это тогда Сильно помогло Ну, свою третью примеру я тогда получил Ну, вот в те годы Видите Не стеснялись Давать такие задачи Сейчас уже, конечно Много книг по теории графа Опубликовано И граф Петерсенова Многих из них есть Ну, и вот Вам рассказывают Разные лекции Чтобы вы тоже Обо всём этом знаете Но Иногда бывает Что Человек вроде видел это Но вовремя Всё равно не собрать